Спектакли на дорогах. Роли актёров автоподставщики, зрителей, автолюбителей, которые становятся невольными участниками ДТП. Если кто не в курсе, есть такие непорядочные водители, которые их подстраивают. А расплёбывают всё якобы виновники аварии, точнее их страховая. Так, банда мошенников из Татарстана обманула аж три столичных страховых компаний, получив от них страховое возмещение на сумму порядка двух миллионов рублей. Как так вышло, выяснил Данил Скорочка. В гости к этим господам в Татарстане спецназ и полиция заходят без приглашения. Правоохранители подозревают их в мошенничестве. Правда, на бедокурили злоумышленники не дома, а в Москве. По версии следствия, мошенники устраивали на дорогах столицы спектакли, режиссировали подставные аварии, а потом с помощью фиктивных документов получали деньги от страховых компаний или участников ДТП. Я его стала спрашивать, как так произошло. Он мне сказал, что он засмотрелся. В столице автоподставщики успели разгуляться. От их действий пострадали аж три страховые компании и один автомобилист. Сумму ущерба оценивают в более чем 2 миллиона рублей. Куда денежные средства поступали? Тебе на карту? Да. Нет, ну, мне то, что я заработал, наличными давали. Наличными? А страховая, которая выплачивала тебе на карту? Не на карту. Ты обналичивала? Куда их отдавал? Человеку вот этому. Однако схеме не суждено было работать вечно. Вскоре на след автомошенников вышли полицейские и задержали подозреваемых. По месту их проживания проведены обыски, в ходе которых обнаружены изъяты автомобиль, мобильные телефоны, а также документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение. Автоподставщики на дорогах явление, к сожалению, нередкое. И кроме мошенников на авто, есть еще и мошенники-пешеходы. Куда более опасный вариант для водителя. Я пожилой госслужащий, меня чуть не убили. Давай свои деньги. Сколько у тебя есть денег? Вот сколько я вам всю дам. Этот старичок разыграл целое представление. Якобы его сбила машина. Но оказалось, что все это продуманная мошенническая инсценировка. На кадрах камеры наблюдения видно, как действуют подставщики. Позже правоохранители поймали этих актеров. Что же касается казанских дорожных театралов, то следствие по их делу в самом разгаре. Сейчас правоохранители ищут их возможных сообщников и тех, кто мог пострадать от их схем. Есть подозрения, что злоумышленники могли набедокурить еще в нескольких городах России. Данил Сухоручко, Москва, 24.